Первый этап мультиспортивной гонки начался с плавания. В открытом бассейне спорткомплекса «Спартак» 100 спортсменов готовятся продемонстрировать свою скорость в заплывах на разные дистанции. Для участников категории «любители» заплыв составляет 300 метров, для профессионалов 750. Дождь и ветер создают спортсменам дополнительную нагрузку. Яна Морозова принимает участие в следующем заплыве. Перед стартом обязательная разминка. Девушка родом из Кустаная, занимается триатлоном уже шесть лет. К этому старту сезона в группе юниоров Яна готовилась больше семи месяцев. В этом спорте я уже шесть лет почти. Больше всего мне нравится, наверное, плавание в нем, потому что оно у меня как-то больше всего идет. Главное не победа, главное участие. Если я выиграю, то, в принципе, приятный десерт на финиш. Зимний чемпионат по триатлону собрал в Шумкенте спортсменов со всего Казахстана. Также к нам в город приехали триатлонисты из Украины и Бишкека. Этот вид спорта по праву называют одним из самых сложных, ведь здесь задействованы плавание, бег и велогонка. И все это за один соревновательный день. Этот вид спорта, он считается одним из наиболее сложных, потому что три вида спорта в одном, одновременно и водная стихия, то есть это и велоспорт, это и бег, поэтому достаточно сложный вид спорта, но он очень популярен в мире и активно развивается у нас в Казахстане. Цель чемпионата развития любительского триатлона, ну и, конечно, профессионального. То есть сборная Казахстана, она готовится к международным стартам через наши республиканские соревнования. Продолжилась мультиспортивная гонка на площади Астана. Здесь собрались самые активные болельщики. За кого вы болеете? Да, да, за нашим. За кого вы болеете? За Шумкент, конечно. Аманжолов Яросыл – наш шумкентский спортсмен. 14-летний парень занимается триатлоном 5 лет. Для того, чтобы пройти эту гонку максимально быстро, Яросыл тренировался в Кыргызстане. Я тренировался на Иссык-Колье за границей, чтобы победить в этих соревнованиях, занять свое первое место. Я думаю, что пройду эти соревнования очень легко, потому что я не зря готовился. Велосипеды на готове, спортсмены на старте. Погода, конечно, подвела. Легко одетые триатлонисты босиком на холодном асфальте. Под пронизывающим ветром ждут команды вперед. И вот гонка началась. Участникам категории любителей в суперспринте нужно будет преодолеть дистанцию 8 километров на велосипеде. Два километра дальше они будут преодолевать бегом. Профессионалам же предстоит дистанция на велосипедах в 20 километров и бег на 5 километров. По итогам соревновательного дня выявили победителей в разных возрастных категориях. Спортсмены нашей области завоевали больше всего медалей. Их у нас 12. Три золота взяли Данил Зубров, Дарын Конысбаев и Семен Пивоваров. Они получили звание чемпионов Казахстана.